Чем только не удивляли брещан и гостей города на набережной Франциска Скорейны за годы ее существования архитекторы и дизайнеры. Но второе дыхание у этого уникального места открылось в последние годы. Место притяжения брещан изменилось до неузнаваемости, при этом сохранив свою аутентичность. Зеленую зону не закатали в асфальт, но придали ей определенный шарм и современность. Фонтаны, в том числе и плавающие, красивые беседки, изящные спуски к водной глади, кафешки. Не остались без внимания и любители активного времяпрепровождения. Для них, для брещан, организовали воркаут-площадку, а про дорожки, для велосипедов, гироскутеров, сегвеев, то есть для людей на колесах и говорить не приходится. В летний период здесь всегда массово. Но и это еще не все. Появляется ноу-хау. Плавающее кафе «Залив» – новое место притяжения граждан. Это самое красивое место в Бресте. Я здесь гуляю каждый день. Я и сейчас иду сюда, потом в крепость. Потом возвращаюсь и снова сюда. Чудно, все культурно. Все красиво. Очень красиво сделали городской сад, что было заброшено, все. Сейчас это чудное место. Только жить. Очень красиво сделали там плавучий ресторан или, как называют сейчас правильно, кафе. Прекрасное место, потому что, когда бежишь, здесь нету луж, нету слякоти. Но иногда бегаю по той стороне берега. Но здесь хорошо. Здесь лавочки. Можно посидеть, отдохнуть, подышать. Различные упражнения поделать. Вот мы со своей фитоняшей Марусей постоянно занимаемся физкультурой. Очень приятно. Молодцы. Спасибо руководителям города, что сделали такую прекрасную набережную. Да? Скажи спасибо. Молодец, моя. Вода, свежий воздух, деревья. Как, может, не нравится? Сто процентов нравится. Набережная прекрасная в Бресте, конечно. Спасибо тем, кто позаботился об этом огромное. Для людей это, вы знаете, прекрасный отдых и место, где можно все-таки заняться немножко своим здоровьем. А сейчас это очень актуально, наверное, приемлемо для тех людей, которые заботятся о себе, о своих родных, близких. Ну и, конечно, хотелось бы, если бы это вот удлинилось. Красота, она вдохновляет на жизнь, вдохновляет на какие-то позитивные только поступки. И город Брест – это самый красивый город Белоруссии. Да, Брестской набережной еще долго можно петь дифирамбы, и все они будут заслужены. Ведь за время благоустройства и реконструкции она успела стать настоящей достопримечательностью. Реконструкция набережной была начата еще несколько лет назад. Уже с 2014 года здесь метры за метром благоустраивали территорию. Сейчас к своему логическому завершению подходит четвертый этап реконструкции. На очереди находится пятый. На данный момент в центре внимания строителей находится участок, где располагается ТЭЦ. Активная работа здесь развернулась еще в конце июля. Сложностей было много. Оно и понятно – работать на воде не каждому под силу. Но все трудности удалось успешно преодолеть специалистам строитреста номер 8. И сейчас они формируют и укрепляют откосы, готовят почву к посеву травы. А значит, основные работы подошли к своему логическому завершению. Впереди очередной этап реконструкции. Планируется четвертую очередь сдать ноябрем месяцем. И параллельно уже начинаем приступать к работам пятой очереди. Которая включает в себя полное благоустройство территории от начала четвертой очереди и аж до выхода на проспект Машерова. Пятая очередь примерно до какого числа планируется? Пятая очередь, во-первых, самая большая проблема, что мы входим в зиму. И работы будем до последнего, пока не закуют морозы. Будет работать. Поэтому, ну все равно, посев трав, там установка малых электрофонов, все равно уже будет на благоприятный период перенесен однозначно. Да, строительство набережной – процесс трудоемкий и сложный. Торопиться здесь ни к чему. Подтверждают это не только строители, но и руководство города. Строительство набережной – это гораздо более сложный процесс, чем представляет себе подавляющее большинство брещан, в силу того, что здесь есть и конфликт интересов субъектов хозяйствования, в частности, речной порт, которому некуда пока выезжать. Есть объективное наше стремление пробить ее в сторону крепости. И я с радостью констатирую, что мы нашли компромиссные варианты, которые позволят нам мирно сосуществовать, продолжить строительство, хотя в сторону музея паровозов. И сохраняя пока вот эти причалы нашего речного порта. Может быть, даже в этом будет какая-то тоже определенная эмоция – посмотреть на эти кораблики. Может быть, не самые, не самые свежие, новые, но тоже в этом что-то есть. При проектировании и продолжении городской набережной основной акцент был сделан на современность, комфорт, а главное – на создание новых фишек этого места, которые станут не только успешным творческим экспериментом, но и добавят шарма городу. Планируется, что на месте нынешних работ будет создана просторная зона отдыха и построен летний амфитеатр. В этом году за наша задача выйти пешеходной и велодорожкой к музею паровозов. Я ее неоднократно повторял. Она подкреплена финансово. Работы сейчас ведутся, может быть, не такими быстрыми темпами, но иногда быстрые темпы не всегда есть хорошо. Поэтому лучше пусть все будет планово, движение в верном направлении. Эта работа ведется и сейчас. Ожидается, что прогуляться по полностью обновленному и некогда недоступному маршруту от бульвара Шевченко до Брестской крепости можно будет уже следующей весной. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, ТВ.